Господа фермеры, колхозники и колхозницы, я приветствую вас, канал Бульдозер 221, меня зовут Михаил, всем здравствуйте. Я недавно делал обзор на такую карту, как СВК Горбани, либо же СВК Горбани, я прошу прощения еще раз за мое произношение, так как действительно не знаю, как эта карта правильно произносится. Вышло обновление, ребят, обновление на данную карту, я считаю, что теперь эта карта вполне себе играбельна, и на этой карте можно начать полномасштабное многосерийное прохождение. Если ты за, то поставь лайк и напиши свой комментарий, тем более, что карта совершенно в бесплатном доступе, и скачать ее может каждый желающий. Ссылочка на данную карту будет под видео. Я постараюсь кратенько рассказать, что здесь изменили, что здесь доработали, не отнимая вашего драгоценного времени, так что прошу досмотреть данный ролик до конца. Итак, что же здесь изменилось и что здесь добавилось? Исправление резких неровностей рельефа, то есть резкие неровности рельефа были исправлены. Исправлены висячие объекты, такие были на этой карте, я находил собственноручно. Добавлены контракты на сено, это исправление и оптимизация. Ну а теперь о производствах, ребят. Добавили мельницу, добавили маслозавод, добавили сахарный завод, добавили хлебозавод, добавили завод семян, очистка зерна, пилорама, точки продажи картофеля, свеклы и леса. И новые участки леса на карту были также добавлены. То есть, если вы любите заниматься лесозаготовительными работами, эта карта в принципе это поддерживает. И вы здесь можете вполне себе полномасштабно заниматься этим делом. Ну и вот смотрите, ребят, карта, как вы видите, нифига не маленькая. То есть, она нифига, по моему мнению, не меньше новгородовки. И здесь, конечно же, нужно найти дружную компанию, которую вы можете в принципе найти у нас в Дискорде, либо же в группе ВКонтакте. Ну а теперь давайте с вами, наверное, здесь посетим эти объекты, которые добавили с этим обновлением. Карта была сделана по реальной местности, немножко где-то кое-что добавлено, кое-что улучшено. В общем, как писал сам автор карты, автору карты респект. И, дружище, не бросай эту карту, обязательно ее доделывай. Давайте начнем наше путешествие с семенного завода. Посетим семенной завод, кратенько, быстро вам покажу. Все эти ворота, все двери открываются левой клавишей мыши, все это вручную. Ну, в общем, вот так выглядит семенной, ребят, завод. Признаться честно, я думал, что это будет нечто европейское, нечто американское. Хотя нет, это все действительно вписывается в общий ландшафт карты и смотрится довольно-таки неплохо. Здесь же у нас по соседству получается, значит, Укропроминвест. Но это агрокомплекс получается какой-то, да, что-то мы здесь будем продавать, что-то мы здесь будем привозить. В общем, триггера все на месте. Смотрите, это как раз-таки наверняка добавлена точка продажи именно свеклы и картофеля. На данный момент мы видим с вами картофель. Дальше, ребят, здесь у нас по соседству пекарня. То есть, если вы любите пончики, если вы любите, значит, булочки свежие, пожалуйста, друзья, привозите сюда ресурсы и занимайтесь, значит, производством этих самых булочек, этих самых пончиков. Единственное, надо посмотреть, сколько циклов у каждого производства и будет ли это рентабельно. В общем, вот такая вот у нас пекарня. Довольно-таки старенькая, да, в советском стиле. Дальше, давайте быстренько. Магазин мы с вами смотреть не будем. Это мы тоже вроде бы как не будем смотреть. Завод производства именно масла. Я думаю, что это завод по производству масла, ребят. Опять же, вот смотрите, вот так это выглядит. Довольно-таки вписывается в общий масштаб, ландшафт, можно сказать, карты. Ничего европейского, все в нашем стареньком таком вот стиле, да. Ну, уже давно обшарпано, уже давно износилось, но все еще продолжает работать. И приносить прибыль своему владельцу. Дальше, друзья, здесь у нас также есть очистка зерна. Выглядит следующим образом. Привозьте сюда зерно, очищаете его и продаете уже по более дорогой цене. То есть все предприятия вот такие вот масштабные, такие огромные, большие. В общем и целом, друзья, есть где развернуться, так как масштаб карты, в принципе, не маленький. Дальше, значит, очистку зерна мы с вами видели. Лесопилка, ребят. Вот как раз-таки лесопилочка у нас и висела в воздухе вот там где-то под солнышком, да. Теперь лесопилочка выглядит довольно-таки неплохо. Все на месте, все красивенько, все аккуратненько, все атмосферненько. В общем и целом, вот так смотрится теперь лесопилочка. Опять же, вокруг нее растет лес. Леса довольно-таки большое количество. И, в принципе, я думаю, что попилить, поработать здесь найдется, да, где. То есть масштабы леса, в принципе, более-менее нормальные. Но масштабы полей, вы сами видите, что еще больше, да, чем масштабы леса. То есть поля действительно огромные. Далее, друзья, далее, куда мы с вами еще отправимся? Отправимся мы с вами на мельницу, ребят, которая была тоже добавлена в этом обновлении. В мельнице выглядит следующим образом. Триггера у нас все на месте. Разгрузочка, все это присутствует. Несколько складов. И получается, вот так выглядит наша мельница. Также добавлены звуки на каждом производстве, друзья. В принципе, смотрится довольно-таки неплохо. Ну и в целом, хотелось бы, наверное, чтобы был еще пешеходный трафик. Очень хотелось бы, чтобы был пешеходный трафик. Так как есть большое село, есть большая деревня. И она, в принципе, пустая. Ни одного пешехода там нет. И эти пешеходы бы здорово, значит, оживили данную деревню. Но это, опять же, мое мнение. И с ним вы не обязаны, как бы, соглашаться. Здесь у нас есть сахарный завод, ребят. Пожалуйста, вот такой вот огромный сахарный завод. Действительно масштабное предприятие. Вы видите это все сами. Триггера все на месте. Там у нас лежат кучи сахарной свеклы. В общем, в принципе, смотрится довольно-таки масштабно. Ну и по соседству с сахарным заводом находится элеватор, ребят. Вот такой вот огромный элеватор. Железнодорожной сети я не нашел. Железных дорог на карте не присутствует. Хотя, может быть, было бы очень даже кстати. Потому что, действительно, масштаб карты поражает. Ну и, в принципе, ребят, наверное, заправку мы увидели в предыдущем обзоре. Я думаю, что, в принципе, здесь, наверное, по производствам все. Все. Вроде все посмотрели. Магазины не будем смотреть. В принципе, Евросем. Ну давайте посмотрим, что это у нас. Вот у нас тут получается Евросем. Это получается у нас производство завод семян. Да? Завод семян. Я думаю, что, в принципе, здесь мы будем делать что-то с семенами. Будем делать, подготавливаться как-то к нашей посевной. То есть, шлагбаумы также, друзья, все опускаются и поднимаются нажатием левой клавишей мыши, пожалуйста. Также все это дело озвучено. Ну и вот этот поселок, про который я говорил. Ни одного пешехода, ни одной собаки, ни одной кошки, ни одного зайца здесь не пробегает, не пролетает. Ну, где-то вороны, значит, у нас там каркают. Ну и на этом как бы все. Хотя птички тоже поют. Хотелось бы хотя бы увидеть какого-нибудь шатающегося дядьку. Хоть одного, да, с бутылкой самогона, либо еще с чем-то. Но чтобы хоть кто-нибудь здесь прошелся, то есть, ну, чтобы деревня немножечко ожила. В целом, ребят, на этом все, все обновления. Я считаю, что действительно теперь можно перейти к масштабному прохождению на данной карте. Ну, опять же, может быть, где-то какие-то косички все-таки еще присутствуют. Я думаю, что, в принципе, автор еще это дело исправит, доработает и будет нормальная карта для полноценного масштабного прохождения. Ссылочка на данную карту под этим роликом. Пишите свои комментарии, заглядывайте в группу ВКонтакте. Берегите свое здоровье и всем пока!